Исплеск активности Билла Браудера совпал с новыми обвинениями Генеральной прокуратуры России, которая возбудила против него еще одно уголовное дело о создании преступного сообщества. Пресс-конференция проходила в здании фонда Михаила Ходорковского, и хозяин помещения встал на защиту беглого финансиста. Вот такие очевидно фантастические обвинения, как в данном случае, показывают, что, к глубокому сожалению, нашим российским правоохранительным органам наплевать на их собственную репутацию. Уже шесть государств мира в результате моей работы приняли закон Магнитского. Правительство Нидерландов сейчас пытается решить вопрос о принятии закона на международном уровне. Вот почему накануне против меня в Москве были выдвинуты все эти обвинения. У Браудера есть основания серьезно нервничать. Новые дела против него возбуждены в рамках конвенции ООН о противодействии транснациональной преступности. Согласно этой конвенции, возможность экстрадиции обвиняемого предусмотрена даже в тех случаях, когда между странами нет двустороннего договора о выдаче. В Генеральной прокуратуре России уже заявили, что объявят беглеца в международный розыск. Браудера в Москве заподозрили в причастности к гибели четверых его бывших сообщников, в том числе бухгалтера Сергея Магнитского. Рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионно-химических веществ, содержащих соединение алюминия, которые спровоцировали развитие у них острой сердечно-печеночной недостаточности. И таким образом была инсценирована картина их естественной смерти. Браудер заочно осужден в России за неуплату налогов на 9 лет тюрьмы. В последнее время он был занят лоббированием на Западе так называемых актов Магнитского. Теперь вместе с Ходорковским они обрушились на одного из кандидатов на пост главы Интерпола, Александра Прокопчука. Эта позиция даже у британских журналистов вызвала недоумение. Президент Интерпола – должность в известной степени символическая. К тому же российский генерал последние 10 лет в этой организации был вице-президентом. И согласно уставу, Интерпол вне политики. Простите, но я не понимаю, как президент Интерпола может нарушить правила этой организации? Президент Интерпола – это президент Интерпола. Это же все так просто. Объявив финансиста в розыск, российская генпрокуратура будет добиваться его выдачи вне зависимости от того, кого назначит главой Интерпола. К экономическим преступлениям, в которых обвиняет Билла Браудера, это не имеет никакого отношения. И хотя бизнесмен утверждает, что боится за свою жизнь, на самом деле сейчас он рискует потерять вывезенные из России деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!